Обычно гнезда вьют птицы. Склонность к жизни на высоте в них заложена самой природой. Чего не скажешь о бескрылых млекопитающих, а именно собаках. Вот на этой теплотрассе, на приличном расстоянии от земли, живут пять маленьких щенков. Как собака-мать догадалась лезть в трубу и оставить там свое потомство, остается загадкой. Но она нашла способ забираться в свое убежище. Ну, собственно, маму мы их кормили периодически, она тут бегает у нас уже не первый год. Как-то раз выходим, собственно, смотрим на трубы, и вот такой вот сюрприз образовался. Пять щенят бедных, голодных, кормим периодически. Ну, люди с организацией СКК кормят, в общем, своими силами, кто как может, помогаем. Забрать, к сожалению, зал не можем по санитарным нормам, ну, хотели бы помочь, да вот пока, к сожалению, не можем никак. Малышня, как заправские верхолазы, перебираются из одной трубы в другую, абсолютно не боясь высоты. Детвора растет, и им просто необходимо много двигаться, но в тесных трубах не развернуться. Вместо игрушек и палочек псы чешут зубки, а кусок бетона. Щенков пятеро, но мы видели только четверых. Один малыш, самый маленький и слабенький, так нам и не показался. К нам обратилась девушка, непосредственно вышла на меня, написала мне в личке о том, что на предприятии находятся щенки. Конечно, когда я сюда приехала, и она мне сказала, что полезли наверх, я была в шоке. И в первую очередь, конечно, мы очень просим, если у кого-то есть возможность по одному, по двое или всех вместе взять на передержку, мы в свою очередь, конечно, поможем и пристройствам. Жизнь их на самом деле висит на волоске, и передержка нужна очень, очень срочно. Приглядитесь, возможно, именно об этих глазках вы мечтали всю свою жизнь, и в ваших доме и сердце найдется местечко хотя бы для одного малыша.